Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватова, Михаила Осетрова и Максима Боровика. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на комфортабельном минивене Peugeot 3008 от автосалона Peugeot компании X-Auto, который расположен по адресу шоссе Космонавтов 328-1. Зимний креатив по Пермски. Одна из наших телезрителей, Ольга Паничева, рассказала о том, что в детском саду на Краснополянской 39 снеговиков лепят не на площадках, а на крыше. И в подтверждение своих слов прислала нам эту фотографию. Вот это всего лишь малая часть снежно-ледовой глыбы, которая еще вчера лежала на козырьке второго подъезда дома номер 7 по улице Льва Шатрова. С повышением температуры огромная глыба начала постепенно с козырька сползать. Но окончательно сползти ей не дали коммунальные службы. Пришли, глыбу разбили, с козырька сняли и обеспечили безопасность местным жителям. Более печально закончилась история с козырьками на Новосибирской 16. На двух подъездах их теперь вообще нет. Снесло ледовыми глыбами, которые упали с крыши. Один деформировался, один чудом уцелел. А у нас есть фотографии одного из очевидцев, которые он сделал в тот момент, когда обрушение только-только произошло. Во второй подъезд дома номер 26 по улице Ладыгина мы проникли без особого труда. Домофон вот уже неделю как не работает. А вообще в этом доме произошла настоящая беда. В прошлую среду в подвале прорвало теплосети. Пар заполонил весь подъезд с первого по пятый этаж. Пострадали не только стены, потолки и пол в подъезде, но и практически все квартиры. Вот у меня, значит, все двери разбухли, тут тоже все бежит вода, обои на кухне плачут. Вот. Ну, в каждую квартиру так тоже, если коснуться, пострадала каждая квартира. Дверь откроешь, дверь замерзла. Я свечкой, понимаете, свечкой открывала замок, чтобы пустить кого-то. Сама уже не выходила. Аварию устранили, но без капремонта в подъезде теперь не обойтись. Стены промокли насквозь. Кроме того, со стен, пола, потолка, перил и почтовых ящиков слезли краска и штукатурка. На протяжении пяти дней местные жители пытались достучаться до всевозможных инстанций. За это время их подъезд и квартиры пришли в негодное состояние. Но коммунальщики услышали их лишь на шестой день, когда одна коммунальная авария уже породила другие, не менее серьезные проблемы. Ну вот и все на сегодня. Нам остается лишь напомнить, что конкурс на лучшую новость недели в самом разгаре. Так что мы по-прежнему с нетерпением ждем от вас сообщений, которые вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Потеплее одевайтесь и не расстраивайтесь по пустякам. В общем, берегите себя. Удачи и до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!